К нашему эфиру присоединяется Владимир Хондоги, чрезвычайный полномочный посол Украины, президент общественной организации Украинской ассоциации внешней политики. Приветствуем вас, Нафридом. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Если говорить о том, на каком этапе сейчас, скажем так, находится изоляция российской дипломатии, то чего Российская Федерация себя решила, начав полномасштабное вторжение в Украину, ну и последующие уже за ним и высылку массовых дипломатов. И мы видели такие пикеты фактически против того же Лаврова на больших дипломатических площадках, это исключение делегации из Паре и прочие такие примеры уже ограничения, скажем так, российской дипломатии в их возможностях на международных площадках. Ну, прежде всего Россия лишила себя авторитета и дипломатическая служба, дипломаты в частности, это, скажем так, люди, это институт государства, который направлен на то, чтобы устанавливать и поднимать авторитет того или иного государства в мире. Наводить мосты, искать пути компромисса, ну, скажем так, быть не в первых рядах агрессивной войны, а российская дипломатия на сегодняшний день именно позиционирует себя в авангарде этой агрессии, агрессивной политики, которую проводит российское государство. Поэтому на сегодняшний момент вообще трудно говорить о фиктивной дипломатии в условиях тоталитарного государства. То есть практически в каждом тоталитарном, авторитарном государстве дипломатия исполняет такую второстепенную, скажем, роль, которая следует четко в форватере позиции этого диктатора, который в тот или иной момент руководит государством. Конечно, дипломаты во всех странах выполняют указания своих правительств, но в данном случае речь идет о конкретном диктаторе, и как бы он, этот диктатор, он подмял под себя не просто, скажем, дипломатию, он подмял под себя всю страну, гражданское общество и все соответствующие институты гражданского общества, и в том числе и государственный аппарат. Вот поэтому на сегодняшний день Россия абсолютно лишена какого-либо международного авторитета, в том числе и потому, что эти все амбиции имперские, амбиции агрессивные, обслуживает это здание на Смоленской. — А скажите, Владимир Дмитриевич, ну вот мне всегда было интересно, что, знаете, служит для стран Европейского Союза, в целом для цивилизованного мира, знаете, определенные причины для того, чтобы разобраться, кто же на самом деле эти люди, которые пользуются дипломатическими корочками в их странах. Ну вот, вот они просто как, вот не знали, решили проверить, ой, смотрите, а там же шпионы, каждый второй это какой-то ГБшник, чекист или ФСБшник. Вот вы можете объяснить, почему так происходит, Владимир Дмитриевич? — Ну, честно говоря, я попытаюсь. Дело в том, что априори известно, что многие дипломаты работают под крышей посольства, а на самом деле и выполняют или представляют, скажем, специальные службы. Это существует во всех дипломатических службах мира, и до поры до времени государства, которые аккредитуют этих так называемых дипломатов, закрывают глаза. Да. Бывают случаи, когда эти дипломаты настолько искусно себя, так сказать, внедряют в эту дипломатическую службу, что очень сложно бывает определить на самом деле. Но рано или поздно они их ловят, они себя раскрывают, поэтому это всегда было, есть и будет. Но когда эти дипломаты уже как бы переходят красные линии, или когда государство, которое они представляют, есть государственным агрессором, всемирно признанным, ну тогда наступают вот эти санкции, которые на сегодняшний день действуют против России. И если посмотреть динамику как бы дипломатической службы, размеров дипломатической службы Российской Федерации, то она катастрофически снизилась. И это всегда были службы, которые были очень большой, разросшиеся. Но сегодня их потихоньку выдавливает со всех государств. Я могу из собственного опыта сказать, что вот когда я работал еще в представительстве при организации бюджетных наций, то в представительстве Советского Союза, скажем так, и позднее в представительстве Российской Федерации, ну я не знаю точные цифры, конечно, но как бы минимум 50% это были не дипломаты, а представители тех или иных спецслужб. — Скажите, Владимир Дмитриевич, вот вы говорили, вот мы говорили так же, да, по поводу вот авторитета. А где вот сейчас российская дипломатия? Вот как она сейчас воспринимается? Потому что, ну, я не совсем себе представляю, как цивилизованный человек может соглашаться и идти на контакт с тем же Лавровым. Да, понимая, что в почете у них не авторитет, да, а такой паханат, такой дворовой авторитет. — Лавров же хотел вот этих всех послов, по сути, вызвать на ковер и рассказать ей о том, какие они все, не буду его лексику использовать, да, нехорошие пытались вот что-то там сделать с выборами президента Российской Федерации. Но, понятное дело, они его послали. — Ну вот на самом деле это и говорит об авторитете дипломатической службы. Вот этот демарш, который сделали представители западных государств, отказавшись прийти на встречу, это вообще неслыханно в истории дипломатической службы, я думаю. Он и говорит о том авторитете, который представляет дипслужба Российской Федерации. Они ведь прямо заявили, что мы не доверяем Министерству иностранных дел, и поэтому нам туда нечего ходить, потому что он скажет, это вообще как бы не соответствует действительности, и мы этого уже наслышаны и наслушались давным-давно. Поэтому это говорит об авторитете. Я не знаю, так вот, как раз, если послушать, так сказать, комментарий этой Захаровой, которая является пресс-секретарем Лаврова, то вместо того, чтобы каким-то образом сгладить эту абсолютно горькую пилюлю, она опять выступила с достаточно агрессивной, скажем, своей речью, своим комментарием, практически обвинив все остальные государства, которые не явились, не пришли на встречу с этим министром, в том, что им не место в, скажем, в Москве. И я не удивлюсь, если за этим последуют какие-то конкретные шаги, в том числе и, как бы, объявления персоной Нонграда и, возможно, даже высылкой некоторых дипломатов с тех или иных государств. Вот интересно будет посмотреть на, так сказать, практическую реакцию, как этот плевок в лицо, значит, вынесет Лавров, или он, так сказать, вытрется носовым платочком, или будут какие-то шаги в ответ. А если вот говорить о, в частности, практических шагах, но немножко в другом аспекте тех угрозах гибридных, либо операциях, которые могут проводить при участии дипломатов, либо тех сотрудников спецслужб, которые прикрываются дипломатическими корочками в тех или иных странах, в том числе Европейского Союза. Вот эта высылка, которая сейчас происходит, насколько она на эти процессы совсем может влиять? И с другой стороны, опять же, эти спецслужбы имели доступ к дипломатическим учреждениям годами, десятилетиями. В один момент решить этот вопрос можно, высылая то или иное количество сотрудников этих заведений? Дипломатов высылали, высылают и будут высылать. Все зависит от, так сказать, какую задачу ставит государство в отношениях с этим государством, которое кредитует своих дипломатов. Если это государство устраивает минимальное количество дипломатов, то так и будут. Это говорит и об уровне дипломатических, уровне отношений, в том числе дипломатических, экономических, любых других, культурных и все остальное. Если с государством нет практических отношений, а агрессия Российской Федерации показала, что многие государства просто сворачивают все отношения, условия санкций говорят свое слово. Поэтому таких полков российских дипломатов уже более нет необходимости содержать на территориях тех или иных государств. Поэтому идет вот этот процесс постепенного выдавливания. И остаются люди, которые реально какие-то могут и должны поддерживать хотя бы на минимальном уровне отношения с этой страной. Поэтому одномоментно закрыть все посольства, наверное, не представляется возможным. Это будет свидетельствовать о разрыве дипломатических отношений. До такого шага, я думаю, европейские государства, ну и большинство государств мира еще не готово в отношениях с Российской Федерацией. А вот сведение до минимума дипломатического представительства в той или иной стране, это будет продолжаться. Эта тенденция, мне кажется, будет продолжаться. Она уже, как бы, это количество сведено до минимума. Может быть, в некоторых странах я точно не владею цифрами. Но то, что дипслужба России за границей уменьшилась на порядок, в этом нет никаких сомнений. Я вас правильно понимаю, что разрывать дипломатические отношения с Российской Федерацией сейчас даже, может быть, нецелесообразно. Ведь, допустим, если речь идет об Америке и Российской Федерации, то, насколько я понимаю, есть какие-то контакты, хотя бы как на уровне двух ядерных государств. То есть тут абсолютно прекращать все взаимоотношения, даже бессмысленно, может быть, даже и вредно, если я вас правильно понимаю. Безусловно, тут вы абсолютно правы. Мы не имеем в виду, ну, я не имею в виду прекращение дипотношений с государствами, которые входят в ядерных стран. Это как бы себе дороже. Они, эти ядерные государства, при всех их нелюбви друг к другу, должны поддерживать эти отношения для того, чтобы, в общем-то, уберечь цивилизацию от ядерной катастрофы. Даже в худшие времена Советского Союза, когда, так сказать, была холодная война, блоковое противостояние, все остальное, то была линия прямой связи между Вашингтоном и Москвой. И как бы не были эти отношения напряжены, эта, так сказать, возможность поднять трубку и напрямую позвонить в Вашингтон, и наоборот, она всегда оставалась. Поэтому между ядерными державами, между большими государствами мира отношения будут, безусловно. Но для некоторых стран, возможно, придет время и, во-первых, приостанавливать отношения, снижать их уровень, ну, например, из посла на уровень, скажем, временного поверенного и так далее. Вот то, что, как известно, Украина прервала дипломатические отношения, разорвала дипломатические отношения с Россией. Я думаю, я не призываю никого последовать нашему примеру. Каждый решает государство за себя. Но, в принципе, я не исключаю такой возможности в будущем в отношении России со стороны других государств. Ну, и давайте в развитии истории работы, ну, по сути, да, шпионов, вот, в качестве дипломатов, вот, давайте мы предоставим эту информацию к рассмотрению нашим зрителям западной разведки, рассекретили агентов ФСБ, который внедрялся в институции Европейского Союза и распространял прокремлевские тезисы о вторжении России в Украину. Это гражданин Сербии, новица Антич, об этом сообщает издание «Политика», ссылаясь на соответствующие документы. Антич выполнял указания сотрудников ФСБ по имени Вячеслав Калинин. Сообщается, что Калинин вербовал и других людей для работы на российские спецслужбы. Их имена пока остаются в секрете. Ну, расскажите, Владимир Дмитриевич, получается, что, по сути, ну, мы не столько говорим о дипломатических каких-то сферах, как о, по сути, ну, таких сетках, да, да, ФСБшных, КГБшных сетках, которые работают вот таким образом, пытаясь как-то акцентировать внимание на вербовке тех или иных, ну, граждан, да, представителей Европейского Союза. Ну, это, смотрите, во-первых, это немножко другой пласт проблемы. Одно, так сказать, одно дело дипломаты, работающие под крышей в посольствах той или иной страны, но есть еще большая когорта так называемых российских дипломатов или, так сказать, завербованных российских дипломатов, которые работают в секретариатах международных организаций, в том числе, там, в Совете Европы, в ООН, их несметное количество, там, в Европейском Союзе я убежден, хотя, скорее всего, Россия там вербует дипломатов из числа государств-членов Европейского Союза. То есть это тоже есть такая группа, группа товарищей, которые работают в международных организациях и подрывают эти организации изнутри. Я повторяю, думаю, там и внутренняя безопасность, и соответствующие специальные подразделения, они отслеживают эту ситуацию, но если не на 100%, то в большинстве случаев они понимают, кто и какие функции исполняет, и вопрос только в том, если человек попадается, скажем так, на горячем, то тут же следуют соответствующие репрессалии против него, санкции. Такие люди, если не осуждены, то, по крайней мере, высылаются, или их контракты и работа в тех или иных международных организациях останавливаются. Вот по поводу этого последнего случая, это интересный факт, с точки зрения, что, ну, Сербия, так сказать, вот выполняет еще и такую, ну, не будем обобщать Сербию в целом, но граждане Сербии, скажем так, выполняет еще и такую вот функцию работы на государство-агрессор. Если говорить о таких больших площадках, как ООН, уже не раз мы говорили о том, что нет на сегодняшний день механизма, но тем не менее, это, наверное, одна из самых сейчас таких больших площадок, где Россия может распространять свою пропаганду, уже даже открыто присутствующие на заседаниях Совета безопасности представителей тех или иных стран, говорят, ну, сколько ж можно уже ослушать этот откровенный бред, который постоянный представитель России тут произносит. А вот те все процессы, о которых мы с вами говорим, когда все токсичнее и токсичнее, стоят российские дипломаты во многих странах, может ли это в конечном итоге привести к тому, что рано или поздно дойдет и до Совета безопасности ООН, и они допустят и до этих заседаний Российской Федерации? Нет, ну, здесь я хочу оговориться, что вряд ли нам следует рассчитывать на то, что в той или иной форме Россия будет лишена этой трибуны. Ее лишить трибуны ООН можно только в одном случае – исключить ее из организации. Пока не просматриваются шаги, и даже не столько там дело в технике или там юридических каких-то заковыках, не просматривается желание со стороны большинства государств идти таким путем. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены будем слушать эту ересь, пропаганду, которую несут российские представители в ООН. Есть очень хороший метод, как этого избежать – это встать и уйти с заседания, там, где выступают российские представители. Такие прецеденты в истории ООН бывали и в прошлом, и, кстати говоря, было недавно аналогичный случай еще до, скажем, изгнания России из Совета ООН по правам человека на выступлении Лаврова, которое было онлайн. Вся, ну не вся, но практически 90% присутствующих в зале встали и вышли, и Лавров вещал при пустом зале. Вот такая форма, скажем, она присутствует. Но, с другой стороны, ну пусть говорят, ради бога. ООН открытая площадка, на ней выступает очень многие. И, более того, иногда даже полезно послушать эту ахинею, которую несет Российская Федерация. Это ложь, которую она транслирует в международных организациях, для того, чтобы понимать, насколько далеко зашел этот агрессивный режим в своей лжи и насколько его поведение не отвечает нормам международного права. Из устава организации бьетных нации, когда на черное говорится белое, на белое черным, это же многие государства, я не хочу сказать, все, они понимают это. Поэтому такая площадка, она имеет и такую, значит, неоткуда без добра, позитивную, может быть, сторону, когда люди, слушая вот эти агрессивные, агрессивную риторику, которая звучит, они понимают, с кем они имеют дело. Владимир Дмитриевич, ну а как вы считаете в целом, если Россия, по сути, ее действия, они привели к разрушению всей концепции международной безопасности, поствоенного мира и так далее, и так далее. Как вы считаете, есть ли какие-то возможности в ближайшей перспективе или в дальнейшей, ну как-то вернуть все на круги своя? Или все уже порушено настолько, что нельзя вернуть все вспять и дальше работать так, как это было до того? Ну знаете, как в том анекдоте, по-моему, клиент скорее жив, чем мертв. Как бы мы не критиковали Организацию бедных наций, возьмем эту организацию как самую представительную, она все-таки работает, она является той самой трибуной, где имеет слово не только Российская Федерация, там слово имеет и Украина. Это та площадка, где мы консолидируем международную поддержку, политическую поддержку, гуманитарную поддержку против агрессии, которая осуществляется против нас. Поэтому, знаете, так вот, ну, с такой, так сказать, чисто этической или психологической точки зрения я бы тоже взял и повесил амбарный замок на двери ООН и закрыл бы ее. Но на самом деле давайте подумаем, а что от этого изменится и получим ли мы какой-то позитив от этого шага. Поэтому, я думаю, нам нужно усилить нашу работу в ООН. Нам нужно искать креативные методы работы с этой организацией. Там есть неиспользованные резервы. Нам нужно работать с государственными членами в первую очередь. Ну, так бы, как говорится, создавать эту критическую массу поддержки Украины, которая в итоге может повлиять и на решение ключевого вопроса о, так сказать, непризнании полномочий у России. Я не говорю об исключении. Это очень сложный процесс. Но признавать или не признавать полномочия – это вполне реально. Вот, скажем, выборы, которые, или так называемые выборы, которые будут проходить в России, и приход в очередной раз Путина на фоне тех попивящих нарушений международного права, которые намерено осуществить это государство, проводя выборы на оккупированных и аннексированных территориях, вполне реально дает основание считать этот режим, этого президента, который будет избран нелегитимным. А нелегитимный президент со своей стороны не имеет права быть представленным, его делегации, это государство, не имеет права быть представленным в организации венных нациях и в органах этой организации. То есть это, мне кажется, трек, по которому можно и нужно идти. И вот, мне кажется, надо юристам особо концентрировать свое внимание на вот нелегитимности будущего так называемого президента и на то, какова роль будет и может быть России в международных организациях, учитывая этот факт, это обстоятельство. Владимир Дмитриевич, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Ну и вот за последний такой, знаете, аспект того, как надо смотреть на будущее Российской Федерации в разных организациях с учетом таких называемых псевдо-перевыборов, по сути, президента России Владимира Путина. Вам говорим спасибо. Владимир Хондоги, чрезвычайный полномочный посол Украины, президент общественной организации Украинской ассоциации внешней политики, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь, ссылка в описании.